МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. В рыбацкой будке на озере Щучьи обнаружены тела троих мужчин. По предварительной информации, рыбаки погибли от отравления угарным газом. Трагедия произошла в ночь с 28 февраля на 1 марта. По словам специалистов, подобные случаи среди любителей зимней рыбалки участились. Еще двое рыбаков доставлены в центральную районную больницу с диагнозом токсическое отравление углекислым газом. В настоящее время назначена судебная медицинская экспертиза. Тела направлены в мор для проведения судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка. Первый сигнал поступил. Телефонное сообщение поступило от гражданина 75-го года рождения, жителя города Караганды, о том, что на озере Щучьи обнаружены им, получается, тела трех рыбаков. По всей видимости, компаньоны по рыбалке. В Великобритании непогода унесла жизни двоих человек. По данным местных СМИ, на юго-западе Соединенного Королевства обильный снегопад стал причиной наезда автомобиля на жилой дом. В результате погибла 7-летняя девочка. А в городе Лиидс без признаков жизни в снегу обнаружили 75-летнюю женщину. В связи с установившимися сильными холодами на юге Уэльса и в юго-западной Британии метеорологи объявили красный уровень погодной опасности. Также сообщается о сотнях машинах, застрявших на дорогах к юго-западу от Лондона на одной из главных британских трасс. Местным жителям советуют не покидать свои дома. Школьные занятия отменены. На северо-восточную часть США надвигается мощный шторм. Он принесет с собой сильные ветры, обильные дожди и снегопады. Синоптики считают, что нельзя недооценивать силу этого шторма, поскольку он может стать одним из самых мощных и разрушительных за последнее время. Ожидается, что порывы ветра в некоторых регионах Америки будут достигать 128 километров в час, что уже может вызвать разрушения и перебои с поставками электроэнергии. Власти рекомендуют жителям не выходить из дома без надобности. В Кабуле прогремел мощный взрыв. Погибли трое человек. 22 получили травмы. Как сообщают представители сил безопасности этой страны, бомба сработала на парковке австралийской дипмиссии. Никто из ее сотрудников, к счастью, не пострадал. Об этом заявили в Медиа Австралии. Предположительно, целью атаки стал конвой иностранных сил. По словам представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, взрывное устройство было заложено в автомобиле. Ответственность за это нападение пока никто на себя не брал. Экс-глава правительства Каталонии Карлис Пучдимон временно отказался от выдвижения на пост председателя генералитета автономии. В качестве альтернативного регионального лидера он предложил заключенного под стражу депутата Жорди Санчеса. По словам Пучдимона, эта кандидатура позволит оперативно ликвидировать вакуум власти в Каталонии. После референдума о независимости региона в октябре прошлого года Мадрид предъявил Жорди Санчесу обвинение в мятеже организации восстания и незаконном расходе госсредств. До рассмотрения дела он содержится в тюрьме уже почти пять месяцев. Бывший глава региона Карлис Пучдимон пообещал, что уже в ближайшие дни соберет членов местного парламента, чтобы учредить Совет Республики, который, по его словам, станет руководящим органом на пути обретения независимости. Сам политик с октября 2017-го скрывается в Бельгии, поскольку в Испании выдан ордер на его арест. Жорди – второй человек в нашем партийном списке, и, вероятно, он лучше всех олицетворяет ценности коалиции вместе за Каталонию. Это мирный человек, несправедливо заключенный в испанскую тюрьму. Причина у такого моего решения одна. В нынешних условиях это единственная возможность быстро сформировать правительство, уважающие договоры и волю народа Каталонии, который хочет, чтобы им руководили сторонники независимости. От глобализации к прагматизму мировая экономика стремительно меняет архитектуру, что оказывает влияние на все страны, вовлеченные в процесс глобализации. Об этом в Алматы говорили участники пятого саммита топ-менеджеров финансового блока. По словам экспертов, сегодня экономика глобального мира в основном базируется на собственных интересах. Таким образом, международные практики, правила и рекомендации утрачивают свою значимость и интерес, если не отвечают на вопросы внутренней политики отдельного государства. Поэтому для эффективного экономического роста необходимы индивидуальные программы развития. Сейчас идея, наоборот, не взять некую принятую стратегию и себя под нее подкрутить, а наоборот, понять, какие есть внутренние особенности, какие есть внутренние специфики, начиная от традиций, ценностей, культурных особенностей, заканчивая демографическими особенностями, возрастными, географическими. И, понимая уже вот эти все особенности, выбирать не в целом практике, а какие-то элементы, которые нужны. Говоря в целом об экономическом развитии Казахстана, эксперты считают, что наша страна имеет все возможности для стабильного роста. Благоприятный климат на сырьевых рынках, по их словам, сохранится еще в течение нескольких лет. Но с учетом того, что экономика носит цикличный характер, Казахстану следует использовать возможности и ресурсы для того, чтобы в будущем быть готовым к любым сценариям развития. Надо вкладывать людей, надо вкладывать в образование, надо вкладывать в переподготовку людей. Плацать 30, это будет пик эпохи эры, эры и нефти, а потом уже мы будем видеть закат ее там. Мы видим, что сейчас новая нефть, как ее называют, новая нефтника мировой экономики, это информация. Кто умеет быстрее обрабатывать информацию, быстрее принимать оптимальные решения, тот и выживет будущей экономики. Поэтому к этому нам надо готовиться. Первый в Казахстане молодежный IT-центр и кабинет Рухани Жангару для школьников распахнули свои двери в Павлодаре. Оба объекта оснащены всей необходимой техникой, литературой, методическими пособиями и станут базовыми в регионе для реализации важных госзадач от поддержки молодежных инициатив до внедрения в экономику цифровых технологий. Кабинет Рухани Жангару расположен в областном дворце школьников. Здесь будут проводиться экскурсии, встречи и тут же дети смогут лучше узнать об истории родного края и о своих выдающихся земляках. Организаторы представляют свою версию 100 новых лиц области. IT-центр для начинающих ученых, новаторов и предпринимателей разместился в Центре развития молодежных инициатив. Бытовые роботы, умный дом, умный стол. Уже сегодня поколение NEX готово предоставить заказчикам десятки интересных разработок, которые могут помочь значительно сэкономить расходы. На будущее у нас очень много планов. Все они напрямую связаны именно с информационными технологиями, IT-сферой и внедрением новых технологий для облегчения жизни нашего населения. Призываю весь бизнес поддерживать активно, инвестировать в молодежный доступ и создание вот таких молодежных центров. Молодежь ориентирована на реальную потребность экономики. И она не какие-то звездные вещи хватает с неба и придумывает какие-то ненужные технологии, а именно приземленные, которые бы именно пригодились завтра для нашей экономики. В Усть-Каменогорске в рамках проекта Рухани Жангыру открылась персональная выставка прославленного фотокорреспондента Есымхана Урынбаева. В Восточном Казахстане он прослыл мастером портретных, пейзажных и сюжетных фотокомпозиций. В объектив его камеры попало свыше 50 сакральных памятников региона. В память о Есымхане Урынбаеве деятели искусств планируют составить большой фотосборник из его работ, чтобы презентовать его туристам. Желательно издать альбом, где бы были его лучшие фотографии. Выбор огромный у него. У него огромный архив, и надо, чтобы, наверное, дети или какой-то спонсор нашелся. Его все знают, в области знают все, буквально каждый человек. Поэтому это будет не проблема сделать красивый, замечательный фотоальбом о нашей области с авторством Есымхана. Журналисты нашего канала продолжают рассказывать и проводить рубрику, посвященную 60-летию казахского телевидения. Сегодня мы расскажем о работе режиссеров и звукорежиссеров, которые посвятили 40 лет своей жизни голубому экрану. С теми, кто всегда остается за кадром, встретилась Майра Дюсенбаева. От монтажера до режиссера Турсыны Дрисова 46 лет посвятила казахскому телевидению. Сразу после школы она села собирать сюжеты. В агентство Хабар она пришла в 1992 году. Сейчас Турсыны Дрисова на пенсии. Но, войдя в ставшую уже родную эфирную студию, она тут же принялась изучать новое устройство. Раньше все снимали на видеопленке и монтировали вручную, вспоминает Турсыны Дрисова. Столик поставили, освещенный сзади лампочками, там гвозди. На пленку снимают, ее проявляют, а потом режут пленкой, вешают на гвозди. И мы потом по гвоздям начинаем монтировать. Текст писали и считаем. Там 3 секунды надо, 4 секунды, 5 секунд, план. Ну, план только не больше 3 секунд. И вот мы через лупу смотрим, снимаем и клеим, вручную клеим. Внимание! Микрофон включен. И, конечно, какой сюжет без звука. Ляза Джол Болдина – звукорежиссер с 40-летним стажем. По ее словам, выбрала эту профессию из-за любви к музыке. Она окончила женский педагогический институт по классу фортепиано. Раньше были кассеты, на которые можно было перезаписывать материал, вспоминает она. Говорит, техника была очень сложной, но и к ней привыкли. С 2000 года я на Хабаре здесь работала на новосях по 2012 год. И всегда говорят, прихожу, ну, Хабар, знаете, новости, когда даже один пропустишь первый звук, и тебе так неприятно, как будто все, ты вот с таким стажем, и мне было так, было, плакало, давление поднималось, что я не чисто не провела вот эти новости, что у меня пошла грязь. И было нам очень неприятно, когда мы делали такие вот помехи. Очень мы переживали и очень уважали свой труд. Они всегда оставались за кадром, но именно от них зависело то, каким будет эфир. Турсыны Дрисова и Лязаджоу Бодзина до сих пор с особым трепетом вспоминают рабочие моменты. Все потому, что за столько лет телевидение стало неотъемлемой частью их жизни. Майра Дюсимбаева, Жандос Бетабаров, Хабар-24, Астана. Масштабный флешмоб, посвященный празднованию Наурыза, прошел в Астане. Прямо в фойе нового ЖД вокзала Нурлыжол почти две сотни студентов выстроили слово «Наурыз» на латинице. Необычный флешмоб организовали сотрудники государственной концертной организации «Казахконцерт». Участниками стали студенты двух творческих вузов столицы – Казахского национального университета искусств и Казахской национальной академии хореографии. Они исполнили всеми любимые казахские песни и подарили посетителям книги отечественных поэтов и писателей. Мероприятие будет иметь продолжение и в других городах страны. И так участники столичного флешмоба передали эстафету алматинской молодежи. В Казахнеле стартовал 11-й международный турнир по Тогас-Кумалаку среди молодежи. В борьбу за награды соревнований вступили более 200 юношей девушек из 20 команд – Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Туркменистана, Таджикистана и 11 областей нашей республики. Впервые в турнире участвуют представители Афганистана и Китая. Имена победителей и призеров станут известны 6 марта. Здесь участвует много сильных игроков. Например, Тимирбаев Галумджан, Кабиев Мурбек, Далиева Асель, Карима Алина, все они являются чемпионом мира. Всем игрокам желаю хорошей игры и чтобы сильные побеждали. Я надеюсь, что возьму первое и второе место. В Таразе стартовал международный турнир по волейболу среди ветеранов. Спортивные состязания посвятили памяти государственного и общественного деятеля Динмухамеда Кунаева. Всего в соревновании участвуют более сотни спортсменов из нашей страны, Кыргызстана и Узбекистана. Основная цель проведения турнира – популяризировать этот вид спорта и повысить мастерство участников. Турнир завершится завтра. В Павлодаре прошла официальная церемония зажжения огня, седьмой зимней республиканской универсиады. Очевидцами красочного шоу на главной ледовой арене спорта при Иртышья стали более тысячи зрителей. Для участия в масштабных соревнованиях съехались 36 команд со всей страны. Это более двух тысяч молодых атлетов. Лыжные гонки, зимние президентское многоборье, баскетбол, футзал. В программе «10 видов спорта всего» право зажечь огонь универсиады получила известная лыжница, магистрант Казахской академии спорта и туризма Анна Шевченко. Рекордсменка Всемирной универсиады. В прошлом году завоевала сразу пять медалей, в том числе одно золото, три бронзы и серебро. Она только на днях вернулась в родной город из южнокорейского Пхенчхана. На этом пока все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова